12 марта сегодня минус 9 просто суперская погода вышли сейчас погулять вышли за наш поселок вон там наш поселок решили этот кружочек навернуть ну тут у нас за нашим поселком есть дома они сюда нашего поселка были построены и тут уже посажено очень много деревьев сосны достаточно уже высокие и так классно гулять сегодня вообще просто идеально вот сейчас на улице минус 9 и вот когда вдыхаешь воздух не обжигают легкие как там мы замен с 15 минус 20 нету ветра светит солнце получается так вкусно дышать прям офигенно не знаю вдыхаешь воздуха он такой чистый фильтрованные достаточно прохладненькие прям идеально все солнцем ощущение как будто ну в общем то уже лето а состояние вот этого чуть-чуть холода комфортно можно дышать получается супер летняя зима или зимнее лето короче сегодня такое миксовое состояние офигенно просто вот мне бы хотелось чтобы было организма тепло чтобы мы могли футболках ходить но чтобы воздух был только вот такой вот что когда ты дышал и тебе вот так вот хорошо чисто дышалось это да кстати в армении есть такой момент еще в других есть государств такой же когда у государства ну как бы на разном на разной высоте от моря находятся земля и вот вами в армении если внизу то там тепло поднимаетесь наверх там уже холодно и здесь смотрите поля луга он и там вон школу строится большая огромная школу новая красотища такие вот домики у нас здесь такой этот дом в прошлом году продавался за 10 миллионов в этом году наверное этот дом будет жилья лямов на 20 30 наверно доставить намного дороже здрасте вот эти вот прошлом году только построили великолепно вот этот тоже только строит прошлом году очень много домов начали строить прям ажиотаж был у нас тут с каждым годом все больше и больше людей приезжают в пригороды жить а сейчас этими санкциями еще больше народу наверно будет пригороды переезжать правильно делаешь вот два дома построили и оба продают вон там раз дом вот этот дом все на продажу новые дома но вот такие дома в прошлом году в районе 6 миллионов рублей вот я не знаю сколько тут квадратов квадратов на 150 может максимум 200 от силы ну квадратов 150 наверное они тут с гаражом вверх квадратов 200 вот этот может этот 67 миллионов может стоить потому что тут и земля есть все очень поменьше дома в районе пяти будут земля примерно здесь 5 6 7 соток бывает нет в прошлом году говорю в этом году я не знаю сейчас что происходит с этим скачком но вот мы смотрели когда в прошлом году изучали у меня сестренка там искала дом и и такая знаете средняя цена здесь в районе 150 квадратов дом там пять шесть соток ну смотря из чего конечно все это построено ну такая цифра играла знаете вот 5-8 миллионов смотря сколько там земли из чего камень дерево какая отделка и коммуникации все такое то есть максимально все заделано 7-8 миллионов если ничего такого грандиозного нету серьезного ну в районе пяти миллионов были дома такие полу чистовые ну без коммуникаций 3-3 с половиной миллиона и при этом здесь чистый воздух вода газ свет все есть все централизовано сзади вон посадка лес чистота тут все есть и вон школа огромная новая строится и все что нужно здесь есть отличные дороги все коммуникации транспорт тут у нас вокруг есть пятерочки байрамы магниты торговый центр все короче вся эта мелочевку все что нужно все есть вот наш поселок весь уже продан ни одного дома не осталось и вот тут рядом с нашим поселком огромное такое поле огромное такое поле я посмотрел и с другой стороны поселку тоже такое же поле в администрации уже здесь поставили точки разделение вот этих земель походу будут строить в этом году в следующем году вот это все построит новый еще один поселок вот так вот так а у нас называется Харашево пошли видите у нас как дороги зачищены мусорки все есть все четко красиво возле каждого дома почищено у нас везде сосны посажены дороги чистые красота тут есть несколько вариантов домов одноэтажные двухэтажные отдельно стоящие там хаусы люди кроме того что дома есть и тут все коммуникации ванна там и все такое душевые люди еще ставят на улице бани у меня построен хамам а у кого-то вон баня построена русская так что дома помылись в цивильном варианте потом пошли еще чисто по-русски помылись тут люди вдвойне моются а там еще в снег запрыгивают у нас повод приехать в гости это всадить в баню да потом в душ потом в баню вот люди здесь когда друг другу хотят куда-то подальше послать куда посылают в баню пошел ты в баню понял это правильно потому что после бани выходишь и если ты очень да злой или что-то с тобой не так ты там тупишь или прям разгорячился тебе говорят пошел ты в баню или такой собрался и пошел в баню выходишь из бани ну вот видишь хорошо и человек хорошо себя чувствует это означает что пора тебе отдохнуть да да вот как американцу перевести пошел ты в баню да иди помойся он говорит а я что грязный что ли вот как человеку объяснить что ты грязной душой на данный момент и тебе предлагают пойти в русскую баню чтобы выйти оттуда со спокойной чистой душой не только телом вот это не подлежит переводу в душе такого эффекта не будет да в душе нет в душе ты тело моешь душу не сможешь помыть вот и в основном а если тебя еще и веничком да будут избивать да из тебя всю дичь выбьют просто и потом говорят типа а что это русские люди такие спокойные как будто ничего не происходит ну потому что они в баню ходят вот избивают друг друга и заставят выговорят и ты душу излил тебя веником избили в бане паром пробило насквозь еще бы тут русские люди не были спокойные вот так вот вот тут тоже огромное поле уже загородили вон и в этом году наверное здесь уже будут строить дома тут тоже вон уже застраивают тут вообще не было этих домов все только построили мы раньше тут туда ходили туда, да? но сейчас я вам ребята покажу куда мы затолкаем пакет санкций который депутат угарнул говорит у каждого на кухне есть пакет в пакете поэтому пакет санкций вот мы затолкаем вот в эти пакеты которые в пакетах я вот тут думаю как переводчик должен американцам перевести эту шутку а у вас есть пакеты в пакетах? и там еще добавлю и там еще добавлю